жалко когда все несправедливо так но жизнь такая все равно вот последнее время вообще мне очень мне людей стал жалеть не всех всех жалко почему-то всех жалко всех жалко я помню не любил смотреть фильмы когда-то кого-то избивает не могу смотреть уже как-то я прямо даже просто переживаю слава богу что плохие артисты играет когда я смеюсь смешно играет украинское украинское кино небо я кого-то б-б-б-б такая черно-черно а кстати был очень хороший режиссер один я не буду говорил фамилию украине и киностудия даже когда было именем нарицательным ну что такое плохое кино а довженко это вообще гениальный мастер и выдающиеся и фильмы его почему-то о нем не говорят но вы естественно сейчас не не любит говорить о нем и вот он рассказывал и когда появлялась такой киностудии должен к и появлялся портрет должен к и он так поворачивался камеры и в смысле портрет его поворачивался такой и и звездки на студии должен к но на черно-белом фоне и он предложил делать такое киностудия должен к защиту рапора порой за портрет его и пишется киностудии Довженко. И портрет от стыда покрывается красной краской. Вот этот режиссер. Ну, я не буду говорить фамилию, потому что его там почитают. Кто-нибудь обидится за него и скажет, Пушкина убрали, Екатерину убрали. Думаю, его еще уберут. А то, знаете, его ни здесь не будут вспоминать, ни там не будут вспоминать. Привет, Минск. Привет, привет. Пресса невозможна читать. Погой. Все врут. Все врут. Вот с Леной Воробейн. Просто поразительно. С Леной Воробейн. Делал фотографии. Там Лена Воробей просто. И там говорит, Сандальский. Ну, нет, я не буду повторять глупость. Я даже там имя этого тревца даже не вспоминал. Вот они приплели его туда. Он показал, потому что у нее там то-то-то-то-то. Не хочу даже повторять. Добрый день, друзья, не другие. Станислава Сандальского, Стаса Сандальского. Он не любит. Станислав. Вот это вот все. Стаса Сандальского, я считаю, совершенно уникальной фигурой. Такой звездой на небосклоне нашей культурке. И медики уже, потому что он же и блогер, он народный блогер. за ним очень интересно наблюдать. Он не старается быть политкорректным и не примыкает к тому или иному лагеря. Поэтому его экзерсис иногда бывает очень неожиданным, так же, как и его выводы. Вспоминаю нашу с ним беседу в рамках проекта «Золотая рыбка». Был такой у меня на канале «Москва доверия». Бомбическое просто. Ну, по мне, не из-за меня, естественно, а из-за Сандальского. Вот. Вспоминаю, при первой же возможности постараюсь его пригласить в какой-нибудь очередной свой проект. А пока с удовольствием за ним, еще раз повторю, наблюдаю. Вы рассказывали Манучарову, кстати, что Меладзе от вас бегал в самолете, когда вы летели за гражданством. Это неожиданно было так услышать. Тоже испугался. Который побогатился мультимиллиардером благодаря России стал. Папсу, они же здесь раскручивали, а там деньги получали. Там это где? В Киеве, в Украине. Ну, и здесь не то же деньги получали. Я все время говорю, что не мы начали. Не мы начали. Первое, тут все начала Украина. Мой, дедушка мой же был так категорически, украинец был так против, чтобы мама за отца вышла замуж. Они ненавидели всегда русских, всегда ненавидели. И дедушка Василий Кузьмич для них хотя он был начальником цеха на цемзаводе, и просто это было клятием из колей. Да, тяжелая история, неожиданная. Вы потом вставляете об этом фильм? Иногда, да. Правильно, я люблю такие скрытые, мне очень нравится. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыба».